Не совсем добрый раз сегодня утро. Вчера поздно вечером пришла такая тревожная новость. Скажем, постирально скончался в лобби Сергея Валентиновича. Мы все его знали как человека, который вот именно любит жизнь. Человек, который любил спорт. Любил музыку. Человек-легенда в Кингисепском районе. Это наш, как сегодня говорят, модно-бренд. Вот Сергея Несталова. Небольшое объявление. Я хотел бы представить сегодня руководителя Кингисепского филиала областного учреждения. Многофункциональный центр Аскетка Юлия Викторовна. Надеюсь, мы выстроим работу по взаимодействию. Двери администрации всего района для вас открыты. Первый вопрос. Давайте глава администрации по очереди поднимать никого не буду. У кого есть какие-то проблемы, вылезли на понедельник, есть ситуация? Есть ситуация на рынке труда Кингисепского муниципального района. Пускалева, Надежда, Григорьевна, директор и инвесторский центр занятости. В прошлом году на учете в центре занятости состояли на 1 января 2014 года 90 человек. Уровень безработицы на целях уровень 46,5%. На соответствующую дату 2013 года он составлял на целых 51%. Чистость безработных граждан, признанных за 12 месяцев, составила 498 человек. Снято с учета по разным причинам было 529 человек. На 1 января текущего года 2015 на учете состояло 161 безработных гражданин. В том числе женщин 80 человек, инвалидов 21, граждан предмиссионного возраста 20, граждан шельской местности 36. По профессиональному обучению граждан. Три направления в этом направлении мы проводим. Это обучение безработных граждан, самое большое. По численности 93 человека было обучено из данного числа по различным направлениям. И по рабочим специальностям и повышению квалификации пользуются большим спросом у населения, потому что дают, естественно, большие возможности для дальнейшего трудоустройства и поиска работы. До процента мы не доходим, хотя основные все годы, такие более благополучные, не кризисные, уровень безработицы был около 1 или 1 процент по Кенгисепскому району. Но на фоне остальных районов Ленинградской области у нас практически средний по области такой же уровень безработицы и роста пока не наблюдается. И есть дефицит, я его всегда обозначиваю, это электромонтеры, электромеханики, но предприятиям нужны квалифицированные вот эти вот... С опытом работы квалифицированный пятый-шестой разряд. Российская федерация, федерация Виктория Валерьевна, обновленная начальника отделения ОПМС России по строительству в Кенгисепскому району. Я хочу кратко довести информацию, что с 31 декабря 2014 года внесены изменения. Федеральный закон вступил в силу 507-й, который внес изменения в статью 6-ю о гражданстве Российской Федерации и продлил срок подачи уведомления гражданам, которые имеют иное гражданство, либо документ, который необходим для проживания за границей. Уже доводилась информация, что этот закон вступал в силу 4 августа 2014 года. Сейчас в двух месяц граждане должны были обязаны подать такое уведомление без привлечения к административной ответственности. И на сегодняшний момент, у нас за 2014 год, за этот период, порядка 400 граждан подали такие уведомления. На сегодняшний момент 35 граждан обратились за подачей уведомления. И в связи с этим изменением внесено, что граждане, которые пребывают сейчас из-за границы, которые по каким-то причинам в свое время не могли подать уведомления, проживая за пределами, обязаны обратиться в течение 30 суток. Либо иное гражданство, либо имеют вид на жительство для проживания за пределами Российской Федерации. Качественное электроснабжение на территории Несевского района, директор филиала «Волюбинэнерго» Несевской электрической сети Паша Юрий Петрович. Доброе утро, участники аппаратного совещания. Я кратенько по итогам 2014 года совместно с лесхозом начнены работы по расчистке линий 10 кВ, это порядка 160 гектаров, то есть совместно приняты с лесхозом. Линии 35, 110 – 480 гектаров, расширение – это до нормативных охранных зон. Значит, по линиям 35, 110 – порядка 40 гектаров вывода. По вырубке угрожающих деревьев также по линиям 10 кВ порядка 400, деревьев и по линиям 35, 110 – порядка 20. Почему цифра такая небольшая? Потому что у нас полномерно ведется работа по расчистке и по расширению линии 35, 110 кВ. По поводу, когда работают подрядчики по деревням, кросьба, чтобы они обращались в администрацию, потому что у меня на короваю дорогу подсыпали мы, да? Они просто наоброски заехали и таскали, чтобы выстолбали. Дороги ничего не осталось. Выставляйте. Хорошо, я понял. Значит, подрядчик у вас будет и пишите с ним. Я думаю, все вопросы у нас адекватные. Да, 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 чтобы они сходят. Каждый глава администрации должен знать, что на его территории в этом 2015 году будет какая-то инвестиционная деятельность с вашей компанией, чтобы можно было координировать работу. Есть нюансы, мелочи. На самом деле, на каждой оперативке кто-то из глав администрации поднимают вопрос о качестве напряжения, о каких-то аварийных ситуациях. Они были, есть и продолжаются. Но мы понимаем, что за последние годы сделано много и улучшилась надежность обеспечения электроэнергии. Сейчас нам хочется уже, наверное, знаете, если мы раньше о качестве мало говорили, сейчас хочется немножко поднять качество, потому что напряжение пляж, или оно зашкаливает, или его не хватает. И это вот я вам тоже жалуюсь. Я вам тоже жалуюсь. Я знаю. Дело в том, что это вообще там катастрофа. Бывают моменты, когда, будем говорить, приезжают из городов, начинают включать, а когда, ну, как бы, потребление увеличивается, соответственно, возможны какие-то перекосы. Пожалуйста, пожалуйста. Виктор Ильич, я бы хотел вопрос задать про бесхозяйные электросетевые объекты. Вы в курсе, у нас с вами обсуждение было. К нам сейчас прокуратура прислала запрос, и они собираются, может быть, даже определение вынести в адрес в основном сельских населений. У нас порядка 11-13 объектов на селе, которые бесхозяйные. Когда мы примем, если мы примем их униципальную собственность, то на каких условиях вы готовы будете дальше их выкупать? В районе сейчас 15, мы уточнили, да, то есть там кое-что добавилось, потому что рассматривалось вроде как все целиком, то есть и линии, и т.п., да. А мы сейчас смотрим линию отдельно, т.п. отдельно. Значит, с моей стороны, в исполнительный аппарат Лен-Энерго, значит, эти объекты отправлены для принятия решения, как мы будем дальше поступать с данными объектами. То есть решение о том, чтобы принимать, в принципе, оно и есть. Единственный механизм пока еще до конца не проговорили и не запущен. От себя добавлю, что высоковольтные сети ФСК, ЕС и Лен-Энерго, расчищенные проценты на 80 в полискновом фонду, остались небольшие планы на этот год. Занимаясь этим, как сказано, уже было филиалом благополенных происхоз, который работает постоянно в нашем районе, почти две года. Качество работы практически улучшилось. Вопрос в другом. Сейчас у нас остались в основном сети 0,6-10 км. То есть то, что именно соединяет дальние деревни, ну, разные мелкомиссионные пункты, которые практически не отражены на планы плесоустройства. И все они просто согласовывают с компанией Лен-Энерго, их прохождение, объемы, длины. Зачастую реализация проходит поздно, вывозка оттуда невозможна. И с 11-11-го года у нас объемы такие остаются на сотни кубок в лесу, лежат на высоких линиях. А мы плачем нет дров. Они уже внили. Да, они внили. Да, вот проблема, стерилизация идет через Росимущество. Закон так поставлен, что непосредственно вывозка предъявителю... Нельзя стендовать процедуру как-то, чтобы быстрее распорять. Нет? К сожалению, заявляется, мы принимаем работу по окончанию. Ну, работ закончился, мы приняли, подписали акты. Заявляем лот, или все, все не подаем Росимущество. Оно выставляет лотом на торги. Торги проходят. Процедура, сами понимаете, не меньше месяца затягивается. Дороги рухнули, и Роско закончилось. И, к сожалению, потом влезть туда невозможно. У меня ко мне часто обращаются люди, и простые люди, и администрации, которые обращаются по этим дровам. Вот, решить пока не надо. А давайте все сразу будет, да и все. Дров нет, закопали. Да, вот. Цепь придется решать. Ну, я бы так и решил, да поставим, а кому было. Те, кто на самом деле добросовестно, достойно трудился в 2014 году, поэтому я сейчас поставлю возможность грамоты и благодарности районного и городского совета депутатов вручить Александр Иванович Сергеев, наш глава. Почетная грамотная совета депутатов муниципального образования Кингисевского городского поселения за профессиональный подход, ответственное отношение к делу и в связи с подведением итогов социально-экономического развития муниципального образования Кингисевский муниципальный район за 2014 год награждается Корнеева Надежда Семеновна. Аплодисменты. 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 Родным, близким, вашим семьям, чтобы они были счастливы, были успешны и радовались вместе с вами вашим успехам. Я хотел бы наградить почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в культурно-просветительскую жизнь города и района и в связи с подведением итогов социально-экономического развития Кингисепского муниципального района за 2014 год, почетной грамотой награждается Козлов Андрей Михайлович.